я когда хожу на рынок то покупаю свежевыжатый гранатовый сок и вот недавно я задумался а правильно ли я делаю что пью гранатовый сок и понятно что выходит новый обзор по данному вопросу и так усаживается поудобнее времени у нас как всегда мало вперед вперед знание фруктовые соки здесь имеются в виду только свежевыжатые альтернативный способ употребления достаточного количества фруктов последнее время спрос на эти виды напитков увеличился во многих странах хотя предыдущие данные показали что потребление фруктов благотворно влияет на здоровье до сих пор нет единого мнения относительно получаемых из них соков по сравнению с целыми фруктами фруктовый соки содержит меньшее количество клетчатки и витамина c кроме того фруктовый соки богаты натуральными сахарами и поэтому как и ненатуральные соки и всякие сладкие напитки могут оказывать негативное воздействие на здоровье человека гипергликемия после употребления соков связано с повышенным уровнем синтеза инсулина и подобного фактора роста что может способствовать развитию опухолей кроме того было показано что повышенные уровни инсулиноподобного фактора роста связаны с плохим прогнозом у онкологических больных кроме того фруктовый соки содержит большое количество фруктозы которая может производить конечные продукты гликирования эти продукты способствуют развитию и прогрессированию раковых опухолей а что говорят мета-анализы закричит пытливый подписчик канала веселая наука и давайте и это мы тоже с вами рассмотрим в мета-анализ двадцать первого года вошло один с когортных исследований и 6 исследований случай контроль и этот мета-анализ показал что увеличение потребления фруктовых соков одну порцию в день было связано с повышенным риском развития рака в целом на 14 процентов и повышенным риском колоректального рака на 32 процента в мета-анализ двадцать третьего года уже вошло 42 проспективных когортных исследования и этот мета-анализ показал что каждые двести пятьдесят миллилитров в день потребление фруктового сока связаны с увеличением риска развития рака в целом на 31 процент на 22 процента выше риск меланомы на 2 процента выше риск плоскоклеточного рака и на 28 процентов выше риска рака щитовидной железы если брать крупные когортные исследования то получаем следующее в перспективном исследовании среди канадских женщин высокое потребление фруктовых соков было положительно связано с риском рака эндометрия первого типа кроме того проспективное исследование британского биобанка показала значительную положительную связь между потреблением апельсинового сока это более одной порции в день и риском развития меланомы положительная связь между потреблением натуральных фруктовых соков и смертностью от рака молочной железы была отмечена в проспективном когортном исследовании сша аналогичным образом в европейском проспективном исследовании рака и питания более высокое потребление натуральных соков было связано с более высокой смертностью от почечно-клеточного рака у женщин и что же нам делать скажете вы вообще не пить соков но есть тут один нюансик в 2005 году выходит исследование которое показывает что именно гранатовый сок имеет обратную связь с риском развития рака предстательной железы кстати а в 2023 году выходит большущий обзор который объясняет почему и какие вещества которые находятся в гранате соответственно профилактируют различные виды рака особенно рака предстательной железы поэтому почитайте обязательно этот обзор его размещу и все pdf ки размещу непосредственно в группе вконтакте где вы скачаете абсолютно бесплатно и еще раз ознакомитесь со всеми этими работами слава дарвину я правильно делаю что покупаю регулярно и пью гранатовый сок остальные соки от них нужно бежать без оглядки и если вам фильм понравился не забываем ставить лайк и жать колокольчик воткни колокольчик подписчик канала веселая наука у нас самые занимательные веселые практичны а главное гранатовые темы все пока а